Тайские спасатели В итоге глава SpaceX и Тесла поставил под сомнение их компетентность. Это связано с отказом использовать разработанную в срочном порядке мини-субмарину. Как сообщает The Guardian, Маск попросил провести проверку по итогам спасательной операции в Таиланде. Издание сообщает, что Маск лично привез свое изобретение в Таиланд и продемонстрировал его. Однако глава спасательной миссии Лорансака Сатанакорн отклонил предложение Маска, объяснив, что субмарина при всем ее технологическом совершенстве непригодна для условий, в которых проводится спасательная операция. В ответ Маск заявил, что Сатанакорн недостаточно компетентен, чтобы давать такие оценки. Он также сослался на письмо британского дайвера, который обнаружил мальчиков, в котором тот просил Маска продолжать работу над субмариной. Напомню, 23 июня в провинции Чанграй на севере Таиланда в популярной среде туристов пещере Хао Луанг исчезли 12 подростков-футболистов и их тренер. Они были найдены 2 июля, через 9 дней после исчезновения. Поисково-спасательные работы были затруднены из-за поднятия уровня воды и грязи. 10 июля спасательная операция в пещере Хао Луанг благополучно завершилась. Спасатели на протяжении трех дней выводили детей из затопленной пещеры. Недовольство Маска некоторые интернет-пользователи связывают с неудавшимся пиар-ходом компании. По их мнению, история по спасению детей с помощью субмарин Маска отлично бы сказалась на компаниях SpaceX и Tesla ростом акций. Другая половина пользователей не увидела в желании Илона Маска помочь детям ничего корыстного. Развитие технологий коснулось не только всевозможных гаджетов и различных приспособлений. Роботизация, идущая большими шагами по планете, добралась и до храмов. По крайней мере, в Китае роботам-буддистам уже никого не удивишь. Там служит необычный монах, которому можно задать сотню различных вопросов. Ответит он на них так, как его научили другие монахи. За основу дизайна робота взяли популярного в Китае мультипликационного персонажа. Увидеть его могут посетители храма Лун Цюань в Пекине. Журналисты, встретившие ноу-хау, описывают его так. Его высота около полуметра. Это очаровательный маленький бот, способный немного говорить, у которого есть маленький планшет на животе. Отмечается, что эта модель представляет собой одну из трех версий робота-монаха, которые существуют в мире. Разработка умеет приветствовать посетителей храма, а они, в свою очередь, могут взаимодействовать с ним через сенсорный экран или пульт дистанционного управления. Роботу можно задать сотню различных вопросов, но вместо того, чтобы использовать привычные ассистенты вроде Алекса или Сири, робот предлагает ответы, предоставленные другими монахами. Как воспринимать следующую разработку в шутку или всерьез, решать вам. Меня она рассмешила. Японский дизайнер Масато Тахакаши захотел помочь людям, у которых заниженная самооценка и дефицит внимания. Чтобы решить эти проблемы, он создал робота, который будет поддерживать владельца аплодисментами. Более того, само устройство очень похоже на томат. Робот-томат, который будет вам аплодировать. Он оснащен датчиком движения и автоматически включается при приближении человека и произносит запрограммированную фразу. Например, поздравления, пожелания или ободряющие слова. У робота несколько режимов работы. Устройство может хлопать основные ритмы, обладировать по требованию владельца или в такт музыке. Глаза робота спроектированы таким образом, что создается ощущение, будто он смотрит прямо на владельца. И это делает обладирующий томат довольно устрашающим. Сбор средств для запуска в серийное производство идет на краудфандинговой площадке. Пока разработчику удалось собрать около 4 тысяч долларов из 108 тысяч долларов, необходимых для производства машины. Непонятно, что же мешает сбору средств. Устройство ведь должно поддерживать владельца. Только стоить оно будет недешево – 4,5 тысячи долларов. Думаю, что за такие деньги можно нанять живого человека, который будет выполнять те же самые функции. Это, кстати, не самая забавная разработка. Напомню, ранее был представлен робот, который, сидя на плечах человека, кормит его помидорами. По словам разработчиков, это необходимо для бегунов, участвующих в забегах на длинные дистанции, чтобы не проголодались. Таковы главные новости о этой индустрии к данной минуте. Оставайтесь в курсе событий информационных технологий вместе с нами. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok